Субтитры создавал DimaTorzok Энергия населения Запорожской области не грозит, сообщили на всеукраинском селекторном совещании. В преддверии Дня вооруженных сил Украины в Запорожье настоящих героев, защитников Родины, чествовали стоя. ДТП в Мелитополе. Водитель Ланоса, сбив двух студентов на пешеходном переходе, скрылся с места происшествия. ДТП в Мелитополе. На Запорожской АЭС был отключен энергоблок номер 3. Это произошло из-за повреждения обмотки трансформатора напряжения секции питания собственных нужд. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения собственных нужд. Радиационных последствий аварий на Запорожской АЭС в Запорожье и области не зафиксировано. С начала 2014 года, в том числе 1, 2, 3 и 4 декабря проводились вышеуказанные исследования. Радиационный фонд на территории Запорожской области, в том числе в городе Запорожье, в том числе в городе Энергодаре, не превышает естественного фона и не превышает допустимого уровня. Доверяет ли Запорожца официальным данным? Наши корреспонденты поинтересовались у жителей города. Говорят, все нормально, там какой-то сбой незначительный. Ну, верю. Ну, это же не коснулось реактора, это коснулось сетей. Будет все нормально. Так что все будет нормально. Можно не беспокоиться. Радиационный фонд норме. Спокойно, конечно. Ничего там нет, реактор не задеет. Все нормально. Наши журналисты вместе со специалистами областной госсанэпидемслужбы выехали на самые оживленные участки областного центра, чтобы произвести замеры радиационного фона. Обычные натуральные значения, которые ежедневно мы фиксируем. Вот, 0,12, 0,11. Мы измеряли тоже, вот ездили у нас, передвижная лаборатория, мы маршруты делали по всему городу. То есть вот эти величины, они характерны для нашего города, они остаются практически неизменными, эти значения. Так что все осталось так, как и было. Атомная станция нам ежедневно присылает сведения о своем гомофоне, который измеряется не в ручном режиме. У них есть система автоматическая, которая снимает гомофон на территории, на санитарно-защитной зоне, на промплощадке. И эти показатели также не изменились ни в ноябре, ни сейчас в декабре. Работу третьего энергоблока на Запорожской АЭС планируют возобновить 5 декабря. Напомним, отключение этого энергоблока, а также ремонт на 19 блоках украинских теплоэлектростанций и нехватка угля на ТЭС стали причиной дисбаланса в энергосистеме Украины. С 1 декабря компания «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений потребителей. В Запорожской области удастся обойтись без отключения электроэнергии населению. Об этом представители местной власти сообщили сегодня в ходе всеукраинского селекторного совещания по проблемным вопросам энергетической системы страны. Всю нагрузку по экономии электроэнергии в нашем городе взяли на себя крупные промышленные предприятия, что позволило региону выполнить график Минэнерго по сокращению потребления электроэнергии. Подробности в репортаже Наталья Зайченко. Крайне тяжёлой остаётся ситуация в энергосистеме Украины. Объём выработки электроэнергии в нашей стране на 3700 мегаватт ниже объёмов потребления. В Минэнерго объяснили, что недостаток электричества вызван тем, что на ремонте находится третий блок Запорожской атомной электростанции и нехватка угля на складах ТЭС. Во многих регионах Украины со 2 декабря начались веерные отключения электроэнергии. Глава Минэнерго Владимир Джимчишин в ходе селектора заявил о возможности смягчить графики обязательных отключений за счёт добровольных ограничений потребления электроэнергии на 15%. «Якщо мы побачим, что споживание уменьшится и мы сможем пройти пиковые нагрузки, зо своей стороны обещаю завтра дать распоряджение не проводить аварийных отключений. Звичайно, если это будет возможно с технической точки зрения. То есть это, как мне кажется, пропозиция от Министерства». Запорожская область требования Министерства уже выполнила. В регионе достигнуто значительное сокращение потребления электроэнергии. К отключениям электроэнергии населению тоже готовились, признаются представители местной власти. Но благодаря запорожским промышленным предприятиям этого удалось избежать, поскольку именно они взяли на себя всю нагрузку по энергоэкономии. «Предприятия пошли навстречу и самостоятельно снизили необходимую мощность. Поэтому мы все задачи, которые перед нами поставила система, поставила энергосистема Украины в первую очередь, и энергетики в лице Запорожья облаэнерго, мы выполнили. Я хочу сказать слова благодарности, наверное, от всех жителей Запорожской области, в первую очередь, таким предприятиям, как Запорожский ферросплавный завод, Днепроспедсталь и Запорожсталь. В первую очередь, благодаря их пониманию, благодаря их быстрой реакции и слаженной работе с энергетиками, мы смогли обойтись вот без таких ситуаций и таких случаев, которые были показаны в средствах массовой информации в Чернигой». По сути, крупные промышленные предприятия Запорожья снизили потребление электричества в ущерб собственному производству и экономическим показателям. Именно благодаря этому жителям нашей области не отключают электроэнергию, как это сегодня происходит в других регионах. «Ситуация на самом-то деле сложная, поэтому мы принимаем, как одно из градообразующих предприятий, все меры для того, чтобы снизить вот эти ограничения, которые есть на город. Поэтому мы выполняем команды, которые у нас с облэнерго поступают, снижаем максимум электроэнергии и с пониманием относится к той ситуации, которая сегодня есть». Минэнерго, как было заявлено на селекторе, рассчитывает в ближайшее время стабилизировать ситуацию в энергетической системе Украины. Запорожских военных поздравили с Днем Вооруженных сил Украины. Торжество в преддверии праздника состоялось в Театре имени Магара. Здесь собрались военнослужащие Запорожского гарнизона, ученики лицея защитник, ветераны боевых действий. Особыми гостями на торжестве стали участники антитеррористической операции. Их приветствовали стоя. За высокий профессионализм, мужество и героизм военным вручили почетные грамоты и ордена. В этом году, говорят участники мероприятия, День Вооруженных сил приобрел новое значение. Украинские военные проявили отвагу и патриотизм, защищая территориальную целостность страны. На сегодняшний день, по данным обл. военкомата, в зоне проведения антитеррористической операции находятся свыше трех тысяч бойцов из Запорожской области. Я хочу особо отметить особую роль сегодня наших артиллеристов, богов войны. Наша артиллерийская дивизия в прошлом, а сегодня бригада зарекомендовала себя как воинская часть, воинское соединение, которое сегодня воюет, причем воюет на оценку отлично. Я хочу поблагодарить летчиков 25-й авиационной бригады нашей, Мелитопольской, которые сегодня в трудных условиях перевозят личный состав, проводят минирование местности воздушное, в таких тяжелейших условиях выполняют боевую задачу. Огромное спасибо нашим медикам, огромное спасибо также радиотехническому батальону, который несет службу по охране воздушного пространства нашей Запорожской области в своей зоне ответственности и всем, кто принимает участие в сегодняшней антитеррористической операции. Большой экран и фотографии героев. Во время встречи вспомнили поименно всех запорожцев, которые погибли, защищая Украину в зоне АТО. Их память почти лиминутой молчания. Поддержать и помочь. В этом году в Запорожском общеобразовательном учебно-воспитательном комплексе «Основа» ежегодную ярмарку ко дню рождения школы решили посвятить сбору средств в поддержку бойцов АТО. Школьная ярмарка, сувениры, поделки и сладости. Все как каждый год, только вот цель ярмарки в этом году необычная. У нас, я вам скажу, проводились споры и для беженцев. Мы собирали деньги, мы собирали одежду. Но ярмарку мы решили посвятить уже именно бойцам АТО. В школе хорошо осознают, что такое война. Муща двух преподавателей – участники АТО. Как только мы узнали, что человеки наших спорщиков перебывают в зоне АТО, мы сразу подключились, потому что даже не было бронежилета. Мы придбали бронежилет, придбали 10 карематов, термобилизм. Ну, перечислять очень много, поэтому пытаемся всем, чем можем, допомогать. Также в школе обучаются более 30 детей-переселенцев из Донбасса. Катя ротом из Донецка. Уверяет, уже привыкла к новым одноклассникам. На ярмарке купила сладости. Поддержали детскую инициативу и преподаватели. Мир и согласие во всей стране – это обязательное условие, чтобы мы развивались. Ну, я вот купила сладости в чаю. Сегодня вечером как раз мы же запьем на обеде, перекусим. Покупала у детей пятого класса из естественных материалов. Лимон, кофе, корица. Вот такая вот картина. Все собранные средства школьники передадут украинским военнослужащим. Вчера вечером в Мелитополе водитель Ланоса на пешеходном переходе сбил двух 16-летних студенток. Скрывшись с места происшествия, водитель пытался спрятаться в соседнем городе. ДТП произошло около 18.00 на пешеходном переходе в районе Мелитопольского училища культуры на проспекте Богдана Хмельницкого. Двух студенток, которые возвращались с занятий, сбил серебристый Ланос. Авария произошла на глазах отца одной из девушек. Так получается, что он их ударил, они подлетели выше машины намного и отлетели метров на 15. Он проехал дальше, немножко приостановился, после этого по газам и уехал. То есть даже не остановился посмотреть. Отец пострадавшей девушки дождался приезда скорой помощи и вместе с активистами и госавтоинспекторами отправился на поиск виновника ДТП. Автомобиль обнаружили на соседней улице. Водителя в нем не оказалось. Его разыскали сегодня утром в Приморске по месту жительства и регистрации автомобиля. Было установлено, что водитель уже ранее был привлечен к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. По административной практике мы установили данные его. Родственники сказали, что водитель выехал в город Мелитополь для того, чтобы там забрать или встретиться со своей девушкой. И установлена была личность данного водителя. На сегодняшний день родственники данного водителя привезли. Его доставили в наркологический диспансер для сдачи анализов на проведение экспертизы. И следствие сейчас занимается опросом данного водителя. Студентки, которые пострадали в аварии, находятся в Мелитопольской больнице. У них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, множественные переломы. Состояние можно оценить как тяжёлое, но стабильное. После проведенных реанимационных мероприятий будут переведены для дальнейшего излечения в травматологическое отделение, где, я так думаю, последует ряд операций восстановительных. Тем временем в социальных сетях друзья пострадавших студенток организовали для них сбор помощи на длительное и дорогостоящее лечение. Волонтёры надеются, что расследование ДТП будет объективным и виновник понесёт адекватное наказание. Иностранные партнёры могут помочь приселенцам из зоны АТО открыть свой бизнес на новом месте. Эту возможность сегодня обсуждали представители областной власти с руководством Международной организации по миграции в Украине. Идею, утверждают зарубежные гости, удастся реализовать благодаря донорскому финансированию от неправительственных организаций. Планируется, что выделенные средства распределят среди 20 тысяч семей, переселившихся из зоны проведения антитеррористической операции. Таких семей, по крайней мере, на территории Запорожской области всё больше. Видите, за два месяца их количество возросло практически вдвое. Также представители Международной организации по миграции намерены поддержать сельские громады, которые принимают переселенцев. «Идея в том, чтобы в определённых сёлах создать комитет с переселенцами. И чтобы сами местные громады выбрали проект, который мы бы помогли им реализовать. Будь то детские площадки или школы – то, что важно для общественной инфраструктуры. Это своего рода благодарность общинам за то, что принимают переселенцев». Без газа в 21 веке с такой проблемой столкнулись жители одного из подъездов многоэтажного дома в Хортицком районе Запорожья. Многие люди говорят, из-за того, что специалисты «Запорожгаза» не смогли обследовать сети в одной из квартир, подачу голубого топлива перекрыли всем остальным. Жильцы дома утверждают, попали в замкнутый круг бюрократии. Есть ли из него выход, узнавала Ирина Погоренная. Газа в девяти квартирах шестого подъезда дома номер 31 по проспекту Советскому нет уже 18 дней. Жители говорят, за это время их жизнь превратилась в первобытное существование. «Отключили газ, никто ничего не делает, ни Горгаз, мы звонили, обращались, ходили в милицию, обращались к участковому. Мне говорят, это не наша компетенция, это должен заниматься ЖЭК, Горгаз нас отправляет в ЖЭК, ЖЭК ничего не делает. На сегодняшний день ничего абсолютно не сделано». Жильцы утверждают, газ отключили из-за того, что специалисты не смогли проверить сети в квартире номер 214. В Запорожгазе посоветовали самостоятельно связаться с ее владельцем и по-соседски урегулировать этот вопрос. Впрочем, по словам жильцов, третью неделю поговорить с хозяином квартиры не удается. «Человек, не знаю, как, неадекватного, наверное, поведения, я так понимаю, он просто не открывает двери для проверки газа, боятся, что вдруг открыт этот, ну, кран, может, мало ли чего, это же газ, не игрушки». «Это вообще, по-моему, ни в какие рамки не входит в наше время, я не знаю, неужели нет, ну, как, органов компетентных, которые могли бы решить этот вопрос. Должна же быть какая-то служба безопасности в Горгазе, которая должна этим заниматься. Этим же не жильцы должны заниматься. Я, например, примерный плательщик, у меня нет ни долгов, ничего. Почему при составлении договора я выполняю свои обязанности, они не выполняются». Регулярные звонки в «Запорожгаз», утверждают жители, принесли только один результат. Там посоветовали добиваться правды в КП «Основание», якобы у них есть все полномочия для решения этой проблемы. Впрочем, в территориальном отделении коммунального предприятия уверяют, без необходимых документов от «Запорожгаза» ничего сделать не могут. «Мы занимаемся этим вопросом. Мы, значит, его каждый день, мастер туда ходит, вставляет ему записки. Но он не реагирует, что мы можем сделать. Дверь мы не можем вскрыть. В законе о жидлово-коммунальных послугах указано, что работники могут попасть, вскрыть дверь в случае возникновения аварийной ситуации. Если мне «Запорожгаз» напишет, что там действительно аварийная ситуация, тогда я только вскрою дверь». Между тем, специалисты «Запорожгаза» говорят, они действуют также в рамках законодательства. Сейчас в каждом районе города проходят плановые испытания герметичности систем газоснабжения. Для этого перекрывается подача голубого топлива в квартирах, система испытывается воздухом. Газовики уверяют, аварийной сложившуюся ситуацию назвать нельзя. «Пока в квартире она стоит в режиме испытания, вот стояк стоит в режиме испытания, там находится воздух, эта ситуация не аварийная. Как только мы подадим туда газ, ситуация станет аварийной. Но мы не можем, как газовики, сами создавать аварийную ситуацию для того, чтобы подать газ в стояк в целом и дом ввести в режим аварийного газоснабжения. Это просто нонсенс, который мы никогда не сделаем. Поэтому нам однозначно нужен доступ во все квартиры». Таким образом, круг замкнулся. Люди третью неделю находятся без газа. Ни одна служба города, ссылаясь на законы, помочь в решении ситуации не может. Жильцы считают, запорожские коммунальные службы просто самоустранились от городских проблем и уже готовят обращение в прокуратуру. Сотрудники СБУ пресекли деятельность преступной группы, которая разукомплектовывала самолеты, находящиеся на хранении в Запорожском центре летной подготовки имени Покрышкина. В мае-июне этого года злоумышленники вывели из строя 25 самолетов Ил-76 и два самолета Ил-78, остаточная стоимость которых порядка 80 миллионов гривен. Самолеты принадлежат украинской авиатранспортной компании. 25 ноября сотрудники СБУ при попытке кражи авиационного оборудования самолетов Ан-2, Л-29, вертолета Ми-2 на сумму более 800 тысяч гривен задержали руководителя летного центра и 32-летнего жителя Запорожья, как выяснилось организатора преступной группы. В ходе санкционированных обысков у злоумышленников были обнаружены двигатели для самолетов и другое авиационное оборудование на сумму более 5 миллионов гривен. Начато уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины «Диверсия». Организатор группы взят под стражу, следствие восстанавливает всех участников и обстоятельства преступления. Ратификация Украиной конвенции ООН о правах инвалидов означает, что наша страна берет полную ответственность за обеспечение всех прав и свобод граждан с инвалидностью, их полноценного права на жизнь. В Запорожском облсовете сегодня обсуждали, как обеспечить полноценное обучение детей с ограниченными возможностями. В практике Украины существуют два способа решения проблем в жизни таких ребят – специальное учебное заведение, либо интеграция больного ребенка в обычный школьный коллектив. Два года назад в Запорожье был организован Центр «Прометей», цель которого – максимально использовать все ресурсы для помощи детям в полной мере развить свой потенциал. А мы хотим совместить опыт зарубежных стран и наш опыт, и совместить социализацию и образование как бы в единый процесс, чтобы все это проходило на школьном пространстве, чтобы наши дети не были закрыты в стенах дома, чтобы индивидуальное обучение они получали на школьной территории. Ученые считают, что совместное обучение детей с особыми потребностями и обычных ребят положительно влияет на воспитание доброты и взаимопонимания и тех, и других. Мой опыт показывает, что если ребенок начинает ходить в детский сад, к нему привыкать, он начинает чувствовать себя более раскованно, он начинает понимать, что он такой же, как все. Участники встречи уверены – в ряде городских школ можно выделить помещение для создания реабилитационных групп для детей с особыми потребностями. Такие формы, как интернаты, они тоже имеют право на свое существование, если родители не в состоянии обеспечить своему ребенку развитие в рамках семьи и в рамках вот таких реабилитационных центров частных, то они, конечно, дети уходят в интернат, они развиваются там, но самое главное, чтобы эти формы были разнообразны. И таким образом решалась проблема, чтобы это было удобно и родителям, и детям. Участники заседания приняли обращение к представителям местных органов власти с просьбой помочь детям с особыми потребностями обучаться, развиваться и общаться со своими сверстниками, посещая общеобразовательные школы. Яркие латиноамериканские мотивы на сцене Запорожской областной филармонии. Зарубежными гастролями в областной центр приехал аргентинский дирижер Пабло Баджиано. Зажигательные ритмы джаза и мелодии пленительной шахерезады. На репетиции Запорожского симфонического оркестра под руководством маэстро из Аргентины слушали наши журналисты. В Запорожье Пабло Баджиано не впервые говорит, здесь чувствует себя максимально комфортно. Считает, в силу сложной ситуации в Украине, людям как никогда необходимо отвлечься. Важнее музыка. Это двигатель. Она придает силу и движет людьми. Делает человечество более человечными. На концерте, который состоится завтра в областной филармонии, запорожский зритель услышит необычные ритмы латиноамериканской музыки. Симфоническую сюиту шахерезада римского Корсакова, зажигательная танго и мелодии инков. По словам Пабло Баджиано, работать с запорожским симфоническим оркестром очень легко. Все репетиции проходят на одном дыхании. Я думаю, что этот оркестр превосходно настроен, открыт для новой музыки, для новых культур. И музыканты очень профессиональные. Превосходно. Очень много нового материала привозят. И мы, в принципе, произведения, которые будут звучать в этом концерте, кроме шахерезады, это все премьерные исполнения. Они очень колоритные, много ударных инструментов. Потому что латиноамериканская музыка, она вообще такая построена на ритме, на эмоциях. Поэтому это всегда свежо и для публики, и для оркестра. Будущий концерт, по словам музыкантов, это симбиоз фантастических историй любви и зажигательных ритмов в Латинской Америке. Во время выступления запорожцы услышат звучание довольно редких музыкальных инструментов, таких как гуэро. Концерт симфонического оркестра под руководством Пабло Баджиана состоится завтра в Запорожской областной филармонии в 18.00. В Берзянске подвели итоги конкурса детского рисунка и фотографии, посвященного теме «Мир без насилия», который проходил в рамках всеукраинской акции. Акция стартовала 20 ноября. На городской этап конкурса было представлено более 100 работ учащихся общеобразовательных школ и высших учебных заведений Бердянска. Лучшие фотографии и рисунки организаторы решили выставить в одном из залов Бердянского художественного музея имени Исаака Бродского. Когда детки рисовали свои работы или делали фото определенные, видно, что они прочувствовали с этой темой, видно, что они поддерживают против насилия. Сразу видно, насколько, если вы просмотрите фотографии животных, людей, именно семейные отношения. Самыми активными участниками творческого конкурса стали младшие школьники. Как результат, именно они получили наибольшее количество грамот и дипломов. Я нарисовала голод мира, того, что это как дружба в семье, в всем свете. И это голод объединяет всех людей. Я нарисовал картину, на которой изображен Бэтмен, потому что Бэтмен должен быстро приходить и помогать людям, и следить, чтобы никто никого не обижал. Выставка победителей и лауреатов конкурса «Мир без насилия» в Бердянском художественном музее будет открыта до 12 декабря нынешнего года. Как максимально сэкономить ресурсы без ущерба для производства и качества продукции? Один из главных вопросов для украинских предприятий. Ответы на него были даны на конференции «Ресурсоэффективность предприятий Запорожского региона», которая прошла 4 декабря в Запорожье в выставочном комплексе торгово-промышленной палаты «Казак-Палас». Цель этой встречи экспертов – презентовать и обсудить результаты внедрения в 2013-2014 годах методики ресурсоэффективного и чистого производства на запорожских предприятиях. Конференция – часть проекта «Содействие адаптации и внедрения ресурсоэффективного и более чистого производства путём создания и работы центра более чистого производства в Украине». Центр создан в рамках проекта Организации объединённых наций по промышленному развитию ЮНИДА и внедряет современные технологии экономии энергии, воды и сырья на предприятиях Киевской, Винницкой, Одесской и Запорожской областей. «Конференция – это возможность показать, каким образом эти идеи воплощаются в реальность. Речь идёт не просто о теоретических рассуждениях, о пользе экономической и экологической, но и о том, что уже есть предприятия, которые эту методику воплотили. Это свершившийся факт». В Запорожской области эксперты Центра ресурсоэффективного и чистого производства изучили ресурсы и энергопотребление на предприятиях, обучили специалистов, провели технологические аудиты, на основе которых разработали и предложили планы оптимизации использования энергии, воды и сырья. «Мы очень хотим, чтобы эта методика прижилась на предприятиях Запорожской области, Запорожского региона, чтобы мы смогли восстановить те связи производственные, которые существовали между наукой, между производством, чтобы производственники и научные сотрудники, и разработчики, исследовательские институты смогли создавать новые рабочие места благодаря внедрению этой методики». На конференции «Ресурсоэффективность предприятий Запорожского региона» ряд предприятий, например, Международный аэропорт Запорожья, Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий, завод «Запорожавтоматика», «Укргорафит» на собственном примере доказали экономическую целесообразность методики ЮНИДа и получили соответствующие сертификаты. «В этой работе участвовали не только работники Центра, но были вовлечены и наши сотрудники. Это для нас очень полезный опыт. В целом, той работой, которая была проведена в текущем году, определены возможности экономии в перспективе энергии на сумму, ежегодную экономию, порядка на сумму где-то около 2 миллионов гривен ежегодно. Скажем, короткосрочные, те, которые были уже выполнены, они позволят принести снижение расходов порядка где-то около 200 тысяч». В конференции приняли участие более 100 представителей промышленных предприятий, инженерных, исследовательских, финансовых учреждений Запорожской области. Конференция дала им возможность обменяться опытом, открыть дополнительные возможности для бизнеса, увидеть, что сотрудничество с Центром позволяет повысить конкурентоспособность и ускорить внедрение международных стандартов энергетического и экологического менеджмента. Конференция 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 Конференция